Ну что ребята, Фобия снова вернулся к начальнику, у нас начался новый проект и... В данном видео будет озвучено то, что мне понравилось и не понравилось данного проекта. Видео и ссылок в данном видео не будет, дабы на Фобика не навели санкции. Это больше разговорное видео, поэтому погнали. В данном видео будет сказано то, что мне понравилось за время проведённое здесь, а это 15 часов стрима, и что не понравилось. Первое, что понравилось, это... Ну, это какой-то разнообразный контент, единственный опыт мой классика был, это... Полтора года назад на американском Офе играли. Там, естественно, баннеры из-за того, что у тебя там СНГ-шный IP и все в этом духе. Меня, конечно, это не коснулось, но было такое дело. Кроме разнообразия, плюсов я больше не нашел. Дальше перейдем к минусам. Минусы, которые я заметил в процессе игры, это первое. Дюб. Многие, я вам просто скажу, многие на дюбале просто миллионы адены и не знали, куда девать. Классик, старт, играю и там час где-то, у меня максимум там 30к, 40к, что-то такое. У людей я не буду называть, кто, что, как, зачем она надо, суть. Миллионы адены, даже девать ее непонятно куда. Как дюбали, это легко. Покупаешь псоя за донатки, продаешь псоя в магазин, за 67 тысяч или что-то в этом духе, продаешь, у тебя миллионы. Покупаешь миллионы псоя, продаешь, у тебя миллиарды. Легко. За этот дюб покупали вещи, делали, что хотели, думали уже кто-то цешные вещи покупать. То есть кто-то пытался как-то это сохранить, потому что понимали, что как-то пофиксят, как-то повоздействуют, как-то снимут, заберут. На сегодня были ли предприняты какие-то меры по предотвращению этого всего? Да. Адену сразу удаляли. Со временем, там, спустя какой-то там период времени, минут 10, там, скажем, начали удалять всю адену. Тебя выкидывают с аккаунта, удаляется вся адена, ты играешь дальше. Потом начали и пушки удаляться. Кто-то пушек понакуплял, начали удаляться пушки. У некоторых забагались пушки. Конкретно у меня вот сегодня сидели вот, меня попросили потом зайти на чара, сидел на чаре. Человек вылетел. Этот человек дюбал. И что сказать. Потом на этом персонаже начали багаться квесты, начал выкидывать с игры. Продолжительностью 14 часов я играл, и часов, например, 8 я просидел на данном персонаже. И за это время я вылетал, я даже не знаю сколько раз, но постоянно там какие-то вылеты с игры. Как мы предполагаем, возможно, там, админ пытался как-то там пофиксить, удалить эту пушку и так далее. Какая пушка? Правильно, топовая дэшная. На первых минутах игры, когда стартовал только проект, когда таких денег вообще в теории нет, когда у тебя есть всего лишь 30 тысяч, но у тебя есть уже миллиарды. Просто миллиарды. Конкретно в корзину были примеры, на стриме показывал как-то, что это. Бралась пушка, удалялась корзину, но она не удалялась, она оставалась и все. Просто невозможно было ее уничтожить. Нельзя было в магазин ее продать. Нельзя было через торг передавать. Если ты выкидываешь ее на землю, она меня критовать начала. И все в этом духе. Есть примеры, которые озвучивать, конечно, я не буду. Кто-то поверит, кто-то скажет не поверит. Но до сих пор остались эти пушки, которые не забагались, которые нашли способ, как сделать, чтобы эти пушки сохранились. И вроде как все утихомирилось. И до сих пор, если на всех чарах ударяли эти пушки, то у меня есть примеры, которые я гласить не могу. И скажете, Фобик, брат, ну ты ее мануешь. Ну зачем подставлять людей? Но суть, эти пушки сохранились. Поэтому, кто поверит, кто не поверит. Но способы есть всегда. На этом наше повествование окончено. Если поддержите лайком и подпиской, вам будет очень приятно и здорово. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok